Здравствуйте, дорогие мои! Я думаю, в течение пары лет мы с вами увидим потрясающие новые игры, которые будут рандомно генерить миры, и для этой рандомной генерации будут использовать не процедурную генерацию, то есть алгоритмы, написанные человеком, которые составляют из сделанных человеком заранее кусков мир, как хочет человек, а миры, которые будут создавать нейросеть, то есть они прям будут заново рисовать горы, реки, целиком новые текстуры, по-новому их будут складывать друг с другом и так далее. И в принципе, в подтверждение этому, Nvidia предоставляет нам уже вторую версию своего приложения для того, чтобы рисовать пейзажи нейросетью, и я попросил вас, моих дорогих подписчиков, наскидывать мне всяких пейзажиков, я собственно вот взял эти пейзажики, которые, ну побольше, на самом деле скинули очень много, большое вам за это спасибо, но допустим вот это не подходит, потому что тут, ну как бы вроде и горы есть и так далее, но если я нейросети, вот это, сейчас вы увидите, как работает нейросеть, если вы еще не знаете, или я не знаю, что нам еще не подходит. Ну, я взял, вот это, я думаю, тоже не подходит, хотя посмотрим, как справится нейронка с этим, но думаю, что нет. Вот, допустим, луна огромная, тут вроде красота, но отдельно стоящие деревья пока там ей нельзя задать, поэтому тоже это пришлось, и тут, и луну не нарисовать, главное, нейросетью, такого она пока не умеет. Сейчас мы попытаемся скрины из реально существующих игр, хотя вот это, я уверен, какой-то арт, это, по-моему, арт God of War, да, ну ничего, ладно, тут есть и реально существующие игры, попробуем их засунуть в эту нейронку, вернее, заставить ее нарисовать то же самое, и посмотрим, что у нее получится. Начнем с очень простого варианта, как мне кажется, по крайней мере, простого варианта, нам будет помогать фотошоп, потому что мой мозг не может это все ужать в квадратик, и будет криво получаться, а фотошопом я буду ужимать в квадратик он сам. Это скрин из Death Stranding, тут как бы вот водичка, она вроде как расширяется, то есть речка там сзади горы, и вроде должно быть легко. Одно из нейроночных нововведений это слои, я сразу бахну побольше, так, у нас на заднем фоне получается, да, на заднем, да, все правильно, мы сначала делаем горы, мне еще интересно, влияют ли слои на то, вот как нейросеть понимает ближе дальше на самом деле находится объект, но мне кажется, что нет, честно говоря. Но я, тем не менее, попробую вот эту вот гору, я ее на следующем слое нарисую, типа, что она поближе, вот, и, значит, вот тут у нас название, вот, условно, эти горы будут заканчиваться. Красота, а, неописуемая прям получается. Так, дальше идут, ну, в принципе, вот это все можно сказать холмы, да, потому что здесь нейросеть, по-моему, умеет как раз рисовать холмы. Делаем холмы. А, погоди, холмы должны быть за горами, я тупица, или нет? Ну, да, в данном случае, да, тупицаем холмы под горы, короче. Я вместо холмов зафигарил туман, я думаю, странно, почему тут такое все затуманенное? Так, о, тут, правда, почему-то нейросеть налепила каких-то странных мест стыков. Ну, в принципе, уже что-то, ну, похоже ведь, да? У меня, правда, гора немножко не такая, ну-ка, сейчас дайте чуть-чуть гору поправлю, чтобы она была более дострендинговая. Поверх этого всего нужно бахнуть речку. Сделаю слой между этим и этим, да, все правильно. И тут есть специальный, специальный кисть для реки. Значит, сначала она идет такая вот маленькая. Конечно, рисовать именно перспективу кажется сложновато. Я не знаю, называется ли это перспектива, на самом деле. И вот тут, типа, разлив, вот тут такой угол идет еще один. Ну, интересно, если сливать какого-то чувака, который умеет рисовать, получится ли у него лучше? Все еще не очень похоже на Death Stranding. Так, ну, погодите, ну, у нас есть еще последний шанс остался, что оно станет более похожим. Мы можем использовать камни, потому что вот тут вот у нас, например, на краю лежит камень. Хотя, что-то, я ей говорю, что тут маленький камушек, а она просто рисует. Меняет целиком все зачем-то. Ну, судить получилось или не получилось вам? Мне растить совсем в мыло ушло. Можно, смотрите, вот такой вот стиль бахнуть. Закатный Death Stranding вообще не похоже на Death Stranding. Вот так еще, ну, может, куда не шло. Здесь вот воду вообще не растить. Такая, ааа, тут что-то, типа, просто по навозюкве какой-то синий белый херней, типа, вода будет. Говоря, может быть, вот так. Будем считать, что это самое приближенное. Давайте я еще попробую по берегам реки бахнуть гравия. Тут есть такой инструмент гравий. И, в принципе, у нас реально, ну, кажется, какой-то гравий по берегу реки есть. Вот так вот. Засунем его под камни. Ну, и река у нас внезапно стала горной. Тут появились пороги. В общем, как-то так. Я пытался. Следующая картинка, которую мы нарисуем из игры Journey. Мне кажется, что должно быть очень легко. Потому что, ну, тут очень простые элементы. Вроде как. Давайте мы вот так растянем. Делаем, допустим, чтобы гора была еще в кадре. Ну, персонаж есть или нет в кадре, не важно. Нейросеть не умеет рисовать персонажей. Хотя я сейчас начал думать, что, наверное, Нейросеть не сможет нарисовать просто песчаные барханы. Но я, тем не менее, попытаюсь. Тут в любом случае есть песок. Ну, пока так себе. Второй слой. Делаем заливочку. Вот что-то как-то так, да? Все еще вообще ничего не понятно. Но у нас надежда на туман. Эту катку должен вытащить туман. Заливаем туман. Туман не вытащил. Так, ну туман перед горой. Ну да, он, в принципе, перед горой так и есть. Видите, она пытается нейросеть, пытается рисовать на самом деле фотореалистичнее. Только сейчас подумал. А тут прям, ну, максимально так просто. И, конечно, она совсем с этим не справляется. Это похоже на какое-то морское дно. Пустое, просто песчаное морское дно. Следующее. Как мне кажется, что-то простое. Давайте попробуем вот это взять. Это из Horizon Zero Dawn. Зум сделали побольше, чтобы элементы были некоторые покрупнее. То есть, может быть, может быть, нейронки так будет попроще. Горы есть. Как было и как нарисовала нейросеть. Опять же проблема с тем, что они должны быть одни дальше других. Тут еще типа закатная погода. Типа попробуем бахнуть в закатную погоду. Стало сильно хуже. Давайте вот тут просто по краю добавим водички. Если просто бахнуть сюда вот огромный кусок леса. Давайте попробуем. Ну, она попыталась. Сразу же горы, смотрите. Я не понимаю, почему она решила, что я хочу снежные горы. Хотя, кстати, тут тоже есть снег. Но нейросеть, видимо, подумала, что это такие высокие горы. И как бы нам нужен снег. Еще есть огромные камни на самом деле. Да, с трендингом на самом деле все было не так уж и плохо еще. Тут, допустим, камень. И вот у нас уже какая-то дичь. Я еще добавил облаков, но они что-то вообще не очень получают работать. Может, их на передний план. Вот уже и горы там сзади. А тут что-то лесок. А тут, ну, тут, конечно, надо тоже с ней просто больше облаков. Херак. Я понял, как... Слушайте, я пытаюсь повторить пейзажи, которые нарисованы человеком. А надо не пытаться. Надо просто... А тут вот лес такой среди облаков. Сейчас, погоди. А перед лесом по лесу такая течет речка. Все уходит за горизонт. Вот так давайте. Вот так. В река. А в реке парочка камней прям. Ну, вот так куда симпатичнее, согласитесь, получилось. Так, я понял, что нам надо. Нам надо на самом деле, чтобы не было особо заднего и переднего плана. То есть, чтобы... Вот это висп что-то скинул. Я вообще не понимаю, что это за дичь. В смысле, это из этого Лост Тарка? Или как он, по-моему, висповской? Вот тут более-менее. Ну, то есть, тут нету сильно удаленных объектов. Да, вот это вроде должно быть прям суперлегко для нейронки. Давайте попробуем. Потому что я, честно говоря, думал, что они нейронку переработали и сделали ее более классной. Но пока она, ну, прям, не очень справляется. Ну, смотрите, это как бы, в принципе, похоже. Это похоже. Это похоже. Но это было легко, согласитесь. Давайте теперь бахнем то, что мне кажется, ну, вот вообще никак нейронка не вывезет. То есть, у нас горы, с них стекает вода. Это все на фоне неба. Ну, замечательно. Просто 5 минут спустя. Не. Вообще. Может быть, если добавить на задний фон еще слой, допустим, один гор. Ну, вот эти вот дальние, все-таки их нарисовать. Просто нарисовал нам больше гор. Вообще минус. Вообще без шансов. Ну, и давайте последнее возьмем, которое, мне кажется, более-менее еще может что-то получиться. Вот этот вот скайримчик. Ну, вот эти деревья, они, видите, слишком крупные. Вряд ли нейросеть справится с ними. Хотя, можно, в принципе, попробовать. Тут же деревья. Че я выпендриваюсь? Значит, надо нарисовать деревья. Так, рисуем деревья, короче. Просто слой деприв. Так, и за деревьями последняя гора. Опять. Куда без нее? Ну, а... Но деревья, да, слишком большие, как я и думал. Не знаю, может быть, попробовать от деревьев избавиться. Допустим, использовать все-таки... Ну, допустим, допустим, пусть будет, я не знаю, снег просто. Хотя, я думаю, сейчас будет все в снегу после этого. Да, снег это плохая идея. Может быть, мы используем, допустим, травку. Ну, тут, конечно, совсем не такая травка. И попробуем обозначить деревья просто как... Тут дерево, нейросеть, видишь? Вот дерево. Вот такое вот прям дерево. Хотя, в некотором роде немножко похоже на ту корявое говно, что у нас. Я заранее прошу прощения за то, что вы сейчас увидите, но я подумал, что, ну, я должен просто попробовать. Мне нравится, как над икраткой вот эта вот полоска. Ну, кстати... Не, ну вот... А это... В этом есть какое-то... Что-то есть в этом, да? Посмотрите. В общем, друзья, на этой жизнеутверждающей ноте я хочу констатировать, что нейросеть от Nvidia, по-моему, и не научилась ничему новому. Тут, конечно, появились слои, но они просто нам немножко помогают. Они не позволяют нам показать, что объекты дальше ближе. О, смотрите, тут есть что-то с самими разработчиками создано. Ну, на самом деле, честно говоря, выглядит так себе. И то, что нарисовано, выглядит так себе человеком. И нейросеть тоже сделала так себе. Вообще, шляпа какая-то. В общем, возвращаясь к началу этого видео, если лучшие нейросети рисуют так же, как вот эта вот нейросеть Nvidia, то, наверное, я погоречился, сказав, что через пару лет мы увидим целые игры, которые созданы процедурной генерацией с помощью нейросетей. Наверное, еще пока что немножко рановато. Спасибо, что посмотрели это видео. Отдельное спасибо Кирдуку и Яна Коджи, которые сумасшедшие безумные спонсоры. И всем другим спонсорам на Boost, на Патреоне, подписчикам на Ютубе. Вы супер-классные. Огромное вам спасибо. Увидимся совсем скоро. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok